Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Анна Андреева. Торгуем фьючерсами. Анна, добрый день! Добрый день! Итак, ну что же, во-первых, честно готова признаться, потому что у меня ребята спрашивали по поводу набранных позиций сегодня. У меня их уже нет, потому что сегодня у нас 28 число, конец месяца. Месяц закончился, в принципе, достаточно хорошо, поэтому я больше никуда. Вот я так, в сторонке просто стою и смотрю, как у нас закроют месяц фьючерсы, где мы закроемся, куда мы будем двигаться дальше. Потому что, ну, на самом деле, очень-очень неплохая была, вот, да, начало недели у нас было достаточно неплохо, тебя показывали, чуть-чуть у нас движения расшевелились. Но в любом случае, на что нужно обращать внимание сейчас, опять-таки, конец месяца. Вот могут, могут быть вот эти вот, да, хорошие движения, на которые, в принципе, ну, очень многие там давно рассчитывали, именно под закрытие. Под закрытие месяца, да, когда у нас начнется фиксация позиций определенных. Поэтому очень внимательно в этот период стоит торговать, потому что будет сносить стопы. Что касается рынка сегодня, ну, давайте, да, вот смотрели сишку, давайте начнем с сишки. Очень-очень слабо мы открылись на текущий момент. Да и вообще, собственно говоря, да, вот, в принципе, торгуемся слабо. Что касается, да, вот у нас пробой, пробой хая текущего дня, мы ударились опять в уровень 67. Выше, к сожалению, мы не пошли. Поэтому, если мы берем лонговую позицию, мы берем ее только на пробой именно 67. Ну, и, соответственно, да, вот у нас есть хай текущего дня, такой маленький-маленький диапазон. В этом случае, в принципе, да, здесь у нас район 67-100. Вообще можно ставить лимитку. Сишка, в принципе, любит забрасывать, да, вот эти хвостики, спускаться немножко ниже. Поэтому можно ставить лимитку даже вот вблизи именно 67. Все-таки, ну, хотя бы немножечко сэкономить свой уровень стопа. Цель первая, которая для нас будет, это у нас будет вчерашний хай по Сишке. Это район 67-341. И у нас есть такой определенный диапазон вчерашнего и позавчерашнего хая по Си. Позавчера у нас было 67-426. Вот этот район, да, то есть он, в принципе, небольшой достаточно. Но, тем не менее, в принципе, да, как бы есть у нас вероятность того, что вот этот район у нас может быть остановкой. Вчера у нас, да, на новости отреагировала достаточно неплохо Сишка, да, она, в принципе, дала вечером возможность тоже заработать тем, кто торгует у нас вечерку. Но на данный момент смотрим в лонговой позиции именно вот это направление движения. Что касается шорта, то шорт только ниже вчерашнего лоя будет более или менее безопасно и хорошо смотреться. Это был район 66-550. Ну, опять-таки, не ставим сильно огромных целей, потому что пока что рынок не дает такой возможности. Что касается нефти. Так, нет, почему-то некорректно отображается у меня график по нефти. Что касается нефти на данный момент. Нефть у нас вчера, что интересно, вообще, в принципе, никак не отреагировала на новости. Что касается нефти на данный момент, нефть торгуется очень-очень слабо, в очень-очень узком коридоре. Поэтому мы смотрим пробитие хая, либо жилое текущего дня. Но на данный момент пока что позиции по нефти, ну, она выглядит очень-очень слабо на данный текущий момент. Лучше воздержаться пока от набора позиций. Что касается РТС. РТС у нас вчера тоже радовал всех. Опять-таки, вечером. На текущий момент выглядит точно так же, точно так же слабо и точно так же вяло. У нас район 92,400. Да, то есть мы здесь останавливаемся. Вот немножечко выше, на 92,500. И, соответственно, у нас лой. Да, вот у нас одна проторговка. Вот у нас еще один уровень. Тоже такого рода небольшой диапазон. Выше 90... Прошу прощения, ниже 92, если мы выходим. Это будет достаточно неплохая точка для шарта. Но, обращаю внимание сразу, чтобы у нас... Потому что очень часто возникает вопрос ниже 92. Мы выходим ниже 92 и выходим ниже вот этой нижней границы диапазона. То есть закрепляемся вот таким вот образом. Если мы выходим опять-таки ниже 92, можно пробовать ставить лимитку немножечко выше. Вот в этот район ставить лимитный ордер. Ну, все-таки, да, как бы 200 пунктов на данном рынке – это тоже деньги. Тем более, да, вот для тех, кто торгует внутри дня, я думаю, что это достаточно даже неплохие, собственно говоря, деньги. Это быстрее закрыть свой профиль. Ну и, соответственно, целью для нас будет вчерашний день. ЛАИ вчерашнего дня для шартовой позиции – это будет район 91,290. Что касается лонга. Лонг на сегодняшний день, ну, можно, да, можно пробовать брать лонг выше 92, вот 500, то, о чем мы говорили. Но дело в том, что по РТСу у нас 92,970 – это вчерашний уровень, вчерашний хай. Вот он, собственно говоря, может остановить. Поэтому мы рассчитываем свою позицию с точки зрения того, что на уровне вчерашнего хая у нас может быть остановка. Поэтому вот таким вот образом стоит, как бы, да, рассчитывать именно свою позицию с точки зрения профита. Соответственно, ставить небольшой стоп, если такая возможность будет. По РТСу тоже есть возможность поставить небольшой стоп. Не всегда это может быть графически, иногда это может быть, да, как бы, можно сделать именно по стакану. Но, тем не менее, такая возможность есть. И как только она появляется, вот стоит ею воспользоваться. Ну и, собственно говоря, что у нас остается? Остаются у нас акционные фьючерсы «Газпром». Нет, не стоит. Вот даже несмотря на то, что сейчас он пошел, вроде бы как немножечко. Я знаю, что, да, вот есть тоже у ребятам уже набранные позиции. Но, ну, вот все равно он выглядит достаточно некрасиво. Некрасиво выглядит сама акция «Газпрома» на данный текущий момент. Она достаточно, пока что еще, да, приходит в себя после дивидендов. Поэтому, соответственно, фьючерс у нас ведет себя точно так же. Но если вот совсем вот есть прямо желание войти, то, в принципе, на данный момент у нас точка 14,160. Но здесь стоп в любом случае нужно ставить ниже 14,120. То есть, ну, на данный момент это будет вот более или менее оптимальный вариант. Опять-таки, в том случае, если будут давить объемами. Но мы видим, что объемы сейчас достаточно вялые и слабые, поэтому не факт того, что мы пойдем в нужном нам направлении. Дивиденды. И пока что нет предпосылок того, что сейчас будет он прямо резко идти и перекрывать свой большой-большой ДЭП. Так, ну и что у нас остается? У нас остается еще Сбербанк, который у нас сейчас, в принципе, вообще не хочет открываться, как обычно. По Сберу сейчас внутри дневной уровень у нас на 13,850. Достаточно неплохо выглядит, достаточно неплохо себя чувствует. Но что касается пробоя данных, да, вот у нас был пробой Лоя дня, у нас вышел объем, поэтому есть все шансы, что Сбер сначала закинет хвост в район 13,800, и только с этих цен может пойти вниз. И опять-таки Сбер у нас останавливается вот в этой точке, да, то есть у нас по Сберу вчерашний Лой – это 13,706. Вот ниже пока что мы не выходили. Более безопасно будет все-таки, когда он пройдет ниже данного уровня. Если опять-таки есть желание попробовать войти в Сбер, взять внутри дня 13,800, да, можно даже взять вот середину этого диапазона, чтобы поставить выше 13,850 стоп. И, в принципе, до данного уровня у нас есть при коротком стопе есть возможность забрать свой профит и добавиться, если мы будем двигаться дальше в нужном нам направлении. Так, ну и смотрим на Лукойл, который, в принципе, тоже не очень радовал сегодня, а акция не очень радовала. Лукойл на данный момент понемножку совсем очень-очень слабо обновляет свой хай. У нас есть уровень 29,000. Вот мы понемногу к нему подходим. Все-таки лучше дождаться пробоя именно 29,000. перенести в безубыток, да, вот в районе, это у нас был уровень 29,197 за 25 число. Вот в этом районе мы переносим в безубыток, и если пробиваем дальше этот уровень, можно добавляться еще к лонговой позиции. Но пока на данный момент выглядит достаточно слабо. Внутридневные уровни вообще не рекомендую сейчас здесь брать, потому что можно очень сильно себя наказать на таких внутридневных уровнях. Ну, в принципе, я думаю, что основные моменты посмотрели. Хорошо, хорошо. Поняли вас, Анна. Хорошо, спасибо большое. Друзья, пожалуйста, какие вопросы по рынку? Можно задавать вопросы по обучению? Мы сейчас обсудим чуть попозже. Если есть вопросы по рынку, пожалуйста. Ну, то, что Анна сегодня уже вышла на свободу с чистой совестью, с учетом окончания месяца. Мы уже знаем, поэтому, в принципе, я считаю, на срочном рынке это вполне оправдано. Хорошо. Все, друзья. Тогда, Анна, я прошу вас остановить демонстрацию рабочего стола. Я тогда позадаю вопросы. Есть. Анна, ходят слухи, что 10 августа начинается обучение у вас. Правда? Да. Правда, да? Хорошо. Вот я зашел на страничку. И, кстати говоря, первый вопрос связан как раз-таки с тем материалом, который здесь на этой страничке. Вот Эллиот спрашивает. Анна, скажите, пожалуйста, благодаря чему вам удалось забиться такой статистике при обучении будущих трейдеров? Он имеет в виду, что 90% за год начинает зарабатывать 10% в среднем за месяц. Вот благодаря чему здесь? Именно, так сказать, подбору индивидуальной программы для каждого обучаемого? Или какая-то оригинальная система такая, что позволяет прямо ее взять и использовать? Или еще какие-то есть секреты? И сами секреты, может быть, не надо раскрывать. Но вот если ответите на вопрос в целом, как вы видите, в чем успешность, так сказать, вот такого обучения, мы бы с удовольствием послушали. Ссылочку, друзья, Юрий Марченко просит ссылочку на сайт. Конечно, коллеги, ссылочка на сайт. Учебный курс Анны Андреевой с 10 августа. Можно зайти и посмотреть подробнее. Да, Анна, вам слово. Ну, на самом деле, особого секрета-то нет никакого. Я просто заставляю работать. О-о-о! Потому что, ну, как бы, да, нет, на самом деле, просто, знаете, есть вот, когда общаемся с ребятами, даже, да, вот с теми ребятами, которые зарабатывают там какие-то деньги уже и работают достаточно давно, очень часто есть одна такая большая проблема. Когда человек приходит заниматься трейдингом, обучаться, он не учится, он ждет, что к нему придет кто-то, кто будет ему говорить, что ты будешь вот здесь вот должен входить, да, вот здесь ты выходишь, и каждый раз ему должен, по идее, да, вот, ну, это, ну, я не знаю, как это объяснить, да, вот, ну, есть такое желание у очень многих, кто приходит учиться, чтобы ему просто рассказывали вот точки входа, грубо говоря. Вот в основном расчет идет на это. Но в чем заключается вообще суть обучения самого по себе, да, как такового? Моя задача научить думать, думать самостоятельно, потому что трейдинг – это ни в коем случае не коллективный бизнес, да, то есть это, когда, вот, да, идет набор позиций большими деньгами, мало кто говорит о том, что он здесь набирает эту позицию. Моя задача – научить вот именно думать ребят с точки зрения работы именно больших денег и серьезного трейдинга, чтобы с этого действительно можно было жить. Я заставляю их смотреть отчеты каждый день. Мало кто это делает. И на самом деле, да, вот я вижу, что ребята очень часто говорят, да, вот здесь, а я же вчера делал то же самое, и позавчера делал то же самое, мне говорят, сегодня уже не будут. То есть когда каждый день идет, да, вот какой-то момент того, что они на что-то обращают внимание, на свои ошибки. Еще один немаловажный момент тоже, на который мы обращаем внимание, да, вот в работе, это момент того, что каждый должен смотреть на свою торговлю, на свою, потому что никто не сможет торговать, как торгует кто-то. Ну, это физически нереально, потому что у нас свой образ мышления. У нас у каждого своя, да, вот свои какие-то психологические нюансы, свои психологические аспекты. Кому-то удобно торговать в стакан, кому-то неудобно. Кто-то больше ориентируется на ленту, кто-то больше ориентируется, да, вот именно на лимитке в стакане, кто-то понимает вот эту динамику. У нас у каждого своя особенность работы, своя особенность мышления. Вот этот момент тоже нужно, да, вот найти сильные стороны, проработать именно сильные стороны, потому что, ну, прорабатывать слабо, это равносильно тому, что у нас архитектор начнет заниматься кондитеркой, да, то есть потому что он не умеет, ну, как бы. Конечно, конечно, вы знаете, это у нас родовая травма, мне кажется, от Советского Союза. Мы боремся с недостатками, а не развиваем достоинства. Абсолютно согласна, да. Потому что нас этому не учили просто никогда, да, нам говорили, ты должен быть, да, там, вот надо делать вот так, а ты этого не умеешь, этому надо учиться. У нас у каждого своя предрасположенность к чему-то, свой образ мышления. Поэтому вот на это нужно делать упор. Вот я помню, у меня в школе пытались заставить, так сказать, тренировать прыжки в высоту. Я отказывался. Объяснял это тем, что при моем приземлении могут быть землетрясения, там, другие катаклизмы. Ну, нет, вот упорно, упорно. Потом выяснилось, что я люблю играть в баскетбол, и я с удовольствием и прыгал, и земля устояла, и так далее. То есть, естественно, заниматься надо тем, чем нравится. Анна, есть одна рекламная фишка в вашем тексте, здесь на страничке, которую я подвергаю сомнению. Написано, вам будут регулярно промывать мозги за ваши ошибки. Так уж и регулярно это будет происходить. Каждую неделю, сто процентов. Если я, ну, как бы, я дело в том, что проверяю отчеты своих ребят каждое утро. Ну, поэтому, почему? Потому что если я вижу какую-то ошибку, я, ну, как бы, могу поправить до того, как эта ошибка войдет в привычку. Потому что иногда со стороны можно увидеть какой-то момент того, который, ну, как бы, да, вот мы для себя просто не заметили. Мы вообще даже внимания можем не обратить, а вот есть такой момент, потому что, да, вот со стороны он как-то вот более бросается в глаза, скажем так. Без сомнения, без сомнения. Ну, я больше, ну, с юмором, понятно, задал этот вопрос, в том плане, что вам удастся, вы считаете, заставить... Удастся, удастся. Не-не-не, я особо не стесняюсь на самом деле. Я могу четко и ясно рассказать, где кто в чем не прав и, как бы... Понятно, понятно. Кто смотрел мультик «Ледниковый период», вот, если не ошибаюсь, это был четвертый, есть такой замечательный кусочек, называется «Агрессивный менеджмент». Понятно. Чтобы вечера этот кусок льда стал кораблем. Ну, что скажете? Ну, говорит, два слова. «Агрессивный менеджмент». Понятно. Анна, ну, что хочу сказать. Это, получается, вы входите в тройку у нас женщин такого типа. Маргарет Тейчер, Тереза Мэй и Анна Андреева. Спасибо. Так что, понятно, парни. Ну, в общем, что могу сказать? Вы попадете в ежовые рукавицы. Вы попадете, да. Вот это совершенно правильно. Ну, друзья, дисциплина вещь такая. Она, кстати говоря, дисциплины много не бывает. Это абсолютно точно. Я просто объясню один такой важный момент еще, который, ну, как бы, да, нечасто мы разглашаем, потому что, ну, возникает очень много вопросов, потом тоже очень, очень лишних и не нужно. Я занимаюсь обучением для себя в первую очередь. У меня большие корыстные планы на моих учеников. Понятно. Мне надо, чтобы они зарабатывали. Понятно. Проб трейдинг – это идея, так сказать, проскочила. Мы ее поймали. Вот. Все понимаем. Да, да, это интересно. Хороших пропов не так много, кстати говоря. Причем почти все они за океаном. Вот. Хотелось бы иметь хорошие пропы по эту сторону океана. Поэтому искренне не буду даже задавать вопросов, поскольку ясно, процесс становления еще, пока вы его, так сказать, сделаете, создадите, пока команду наберете. И это годы занимает. Я это знаю по другим примерам. Поэтому вы спрашивать сейчас не будем. Но идея понятна. Я считаю, те, кто хочет торговать профессионально, эту тему тоже уже схватил. Вот. Мне нравится Юрий Марченко. Мне пишут, что в среднем через 9 месяцев новичок начинает зарабатывать. Юрий Марченко. В природе все рождается через 9 месяцев. В том числе и новый трейдер. Что вы хотите. Так всегда. Отличненько. Анна, спасибо вам огромное за обзор ответа на вопросы. Желаем вам успеха во всех ваших начинаниях. Хорошего вам отдыха в конце месяца. Ждем вас через недельку. Спасибо всем огромное. И спасибо за теплые слова. Я читаю в комментариях. Мне очень приятно. И до встречи на следующей неделе. Всем хорошо закрыть месяц. И удачно начать август. Потому что мы движемся к нормальному сентябрьскому, октябрьскому рынку. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Анна. Удачи. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует.